Это видео записано для сайта Экзегет. Сегодня мы с вами рассмотрим третью главу Книги Деяний Святых Апостолов. Первый эпизод, на который мы обратим наше внимание, это исцеление апостолами Петром Иоанном Хромова. Это событие описано в третьей главе, в стихах с 1 по 11. Апостолы Петр и Иоанн, под Иоанном, скорее всего, следует здесь подразумевать апостола Иоанна Заведеева, в девятый час шли в храм для молитвы. Мы помним, что в предыдущей главе Деописатель делает примечание, что христиане продолжали посещать Иерусалимский храм для молитвы. И вот здесь мы видим частный пример такого посещения храма самими святыми апостолами. Девятый час, согласно той мере часов, которая была принята в рассматриваемый нами исторический период, это приблизительно три часа дня. Иудейский историк Иосиф Лавий в своей книге «Иудейские древности» делает указание, что жертвоприношения в храме совершались, как правило, рано утром и около трех часов дня. Скорее всего, то время, к которому апостолы шли в храм, это было время очередного общественного богослужения, которое они использовали для своей молитвы. И, как это часто бывает, по дороге в храм сидели люди, которые просили милостыню. И вот один из этих людей – это был человек хромой, как написано, от чрева матери его, которого его близкие или его друзья приносили и сажали каждый раз при дверях храма. Деписат и Лука делают примечание, что эти ворота, рядом с которыми сидел храмой, назывались красными. Если более точно переводить с греческого текста Нового Завета, то эти ворота следует назвать прекрасными или красивыми воротами. К сожалению, сейчас нам практически невозможно установить точное местонахождение этих ворот, о котором, в общем-то, мы и не имеем древних исторических свидетельств. Но суть этого повествования совсем не в этом. Этот человек внимательно посмотрел на апостолов Петра и Анна, ожидая, что, как и многие, приходящие в храм, они дадут ему милостыню. На что апостол Петр сказал, что серебра и золота нет у меня, но что могу, я дам тебе. А что мог апостол Петр? Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Апостол Петр словом исцеляет этого человека именем Иисуса Христа. На протяжении всей книги Деяний мы неоднократно будем встречать подобного рода выражение, что чудеса совершались именем Христовым, что нет другого имени под небом, кроме Иисуса Христа, которым надлежит нам спастись. Очень часто упоминается о том, что апостолы действовали именем Иисуса Христа. Что это значит? Обычно мы привыкли говорить о заповеди Божией, о святости имени Божия, не приемли имя Божие в суе, ну скажем так, в отрицательном аспекте. То есть нельзя употреблять имя Божие недостойно. Здесь мы видим совершенно иную сторону исполнения заповеди, что имя Божие, святое имя Божие, произносимое с верой и благоговением, способны совершать чудеса, поскольку имя Божие свято, и как и икона Христова, имя Божие несет живительную благодать, которая и исцеляет вот этого хромого. Интересно и то, что Лука, наверное, сознательно употребляет подряд множество глаголов, которые обозначают движение. Движение или ходьбу для того, чтобы у читателя не возникло никаких сомнений, что этот человек получил исцеление. Апостол Петр взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И он вскочил, встал, начал ходить, вошел, ходя и скача. Вот здесь мы подряд видим аж целых шесть глаголов, концентрация которых дает нам полное ощущение того, что этот человек начал ходить и двигаться полноценно. Даже такая фраза, что он вошел в храм, ходя и скача, она создает у нас ощущение того, что этот человек как будто пытается проверить, а не сон ли это. Действительно ли заработали его ноги? Действительно он может твердо опираться на них и делать то, что делают остальные люди. Поэтому здесь не откажешь и в особом литературном мастерстве автору Деяний. И весь народ был свидетелем совершенного чуда. Следующий эпизод книги Деяний, третьей главы, это стихи 12-26, это проповедь апостола Петра в притворе или в портике Соломоновым. Это чудо стало поводом не только для изумления людей, которые были непосредственными свидетелями этого события, но для апостола Петра, которого Господь послал проповедовать и свидетельствовать о воскресении, это чудо становится поводом для того, чтобы вновь обратиться к людям со словом проповеди, со словом Евангелия. Причем апостол Петр сразу отводит славу от себя. Он говорит, нет, не своей силой и не своим благочестием мы это сделали, а силой Божией Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись. И вот сила Иисуса, она и совершает это исцеление. Апостол Петр здесь цитирует книгу Исход, третью главу. Именно Господь, явившийся Моисею, открыл ему себя с таким именем. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов ваших. Интересно и то, что апостол Петр, с одной стороны, говорит, что Бог проставил сына своего, то есть как будто Христос не имел собственной силы для прославления, что Бог воскресил его из мертвых, чему мы свидетели. Мы уже говорили о том, что апостолы очень часто в отношении Иисуса Христа используют как бы унижающее его выражение, где не так явно бы открывала себе его божественная сила. Говорят об Иисусе Христе просто, может быть, как о праведном человеке. И, как мы уже с вами говорили, это имело специальное значение, миссионерское значение. Людей нужно было подготовить к принятию того, что Иисус Христос есть Бог воплотившийся, но сразу принять эту весть они не могли, это было тяжело для них. Но, тем не менее, апостол Петр употребляет в отношении Иисуса Христа такие эпитеты, которые применимы только к Богу и никак не применимы к человеку. «Вы, — говорит апостол Петр, — обличая собравшихся иудеев, от святого и праведного отреклись». Имя святое и праведное — это одно из имен Божьих, хотя можно вроде и человека назвать святым и праведным. А вот дальше. «Вы просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». А кто может быть начальником жизни? Кто может дать жизнь? Только Бог. Поэтому, несмотря на вроде как очень скромный язык и достаточно скромные способы описания основных подвигов Иисуса Христа, каковы переписываются как будто не его собственную силу, а силе Божией, тем не менее, мы не могут перечеркнуть того, что апостолы употребляют в отношении Иисуса Христа имена Божии и наделяют его свойствами божественными. Вот таким образом, не напрямую, а опосредованно апостолы достигают той цели, что слушающий их человек и внимательно сопоставляющий все детали проповеди, естественно, придет к выводу, что тот, кого проповедует Иисус Христос, — это не просто человек, это не один из пророков, а это обещанный пророками Христос, спаситель мира, воплотившееся Слово Божие. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Следовательно, страдания Христовы — это не проявление его слабости, а проявление его желания спасти род человеческий. Апостол Петр обращается к слушающим со словами покаяния. «Обратитесь, чтобы загладились ваши грехи». И вот интересно, как проповедуя о воскресении Христа, говоря, что Бог воскресил его из мертвых, апостол Петр говорит и о втором пришествии Христа. «Обратитесь, да придут времена от рады, от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершение всего». Апостол Петр таким образом в своей проповеди говорит не только о пришествии Христа, которое уже состоялось, но и предсказывает его будущее пришествия, и как бы говорит своим слушателям, что если они не имели возможности познать Христа в его первом, скромном, уничижительном пришествии, то если покаются, то второе пришествие Христово станет для них радостью и отрадой. Апостол Петр ссылается на пророчество Моисея из книги Второзакония, 18 глава. «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайте сего во всем, что он не будет говорить вам». Можно подумать, что пророк Моисей в данном случае говорит о каком-либо другом пророке, не обязательно об Иисусе Христе, но в этих словах есть существенная деталь – пророка, как меня. То есть тот пророк, о котором здесь говорит Моисей, должен обладать какими-то свойствами, качествами, которые будут его роднить с Моисеем. А что это может быть? Мы помним, что пророк Моисей вывел израильский народ из египетского плена, из египетского рабства. Именно этот день почитали иудеи как праздник Пасхи, как день вот этой обретенной с Божьей помощью свободы. И Спаситель Христос, Он тоже совершает Пасху и выводит нас из плена, но не плена египетского или какого-либо другого народа, а выводит нас из плена и рабства, из рабства греху, из рабства смерти. Христос тоже совершает этот переход, но выводит не один народ, а выводит все человечество. И не из земного рабства, а из рабства духовного, из рабства антологического. «Все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, предвозвещали дни сии». То есть понятно, что апостол Петр в этой речи имеет в виду особый характер пророчества Моисея, что Моисей пророчествовал именно о Мессии, как и прочие пророки. «Вы сыны пророков из завета, которые завещал Бог отцам нашим». Мы можем видеть здесь определенную педагогику, которую употребляет апостол Петр. Да, с одной стороны, он не скрывает правду, он говорит достаточно жесткие, прямые, неприятные слова, что «Вы убили начальника жизни, вы перед лицом Пилата отреклись от него». Но он не ограничивается обречением. Он предлагает выход из этого тягостного греховного состояния. Что нужно? Покаяться. И чтобы его слушатели не впали в отчаяние или не отвергли его слова, он говорит «Вы сыны пророков из завета». То есть на самом деле вы обладаете высоким достоинством. Вы, если обратитесь к Богу, будете истинными сынами тех пророков, которым вы поклоняетесь, и того завета, который с вами когда-то заключил Господь. И вот здесь очень важно нам уметь подражать апостолам не только, может быть, нашей священческой деятельности, священческой проповеди, пастырской деятельности, но и во всех тех ситуациях, когда мы кого-то наставляем, когда мы за кого-то отвечаем. Недостаточно просто обличить человека, недостаточно указать на какую-то неправду, на грех. Это может произвести на человека действие, но это не будет действием исцеляющим. Поэтому помимо обличения, помимо правды, должно быть указан с одной стороны, указан путь спасения, а с другой стороны, человек более решительно кается и отходит от своего заблуждения, когда мы напоминаем ему о его достоинстве, о образе Божьем в нем, о том, что на самом деле он достоин того, чтобы покаяться, спастись и жить вечно. Вот нечто подобное хочет здесь сказать и апостол Петр. Напоминает апостол Петр здесь и слова, которые Господь сказал Аврааму. «В семье Твоем благословятся вся племена земные». Это книга Бытия, 22 глава. Действительно, здесь Господь обещает, что у Авраама будет некий потомок, потому что слово «семя» здесь употреблено в единственном числе, благодаря которому все народы земные получат благословение. Когда вы будете читать послание с того апостола Павла Галатом, вы увидите, что апостол Павел строит защиту новозаветного откровения, основываясь на этой цитате. Действительно, это благословение, которое Господь дал Аврааму, оно было еще до обрезания, было до дарования закона, и ни закон, ни обрезание, ни Ветхий Завет не могли отменить вот этого основного обетования Божия, в общем-то, можно сказать, первого обетования, которое было дано Аврааму, о будущем пришествии Мессии и Спасителя. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.